Эфир телеканала Россия 24 продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова добрый вечер и коротко о главных итогах уходящего дня. Более 100 единиц техники, около 1000 сотрудников спецслужбы в регионе. Продолжается тотальная дезинфекция. Призывная кампания в режиме онлайн. Как в этом году будут проходить медицинскую комиссию призывники? И когда начнется отправка войска? Долг, который необходимо исполнить. Волонтеры Победы присоединились к всероссийской акции «Звонок ветерану». Итак, парад коммунальной и специальной техники сегодня продолжился в Ульяновске. Пятый день в областной столице ведется тотальная дезинфекция. Сегодня санитарная обработка проходила в Ленинском районе. Заправленный хлор содержащими средствами автомобили спецтехники на обработку выехали в половине девятого утра. Для дезинфекции Ленинского района задействовано рекордное количество сил. Более 100 единиц специального транспорта и около тысячи специалистов профильных и экстренных служб города. И наша задача сегодня именно обеспечить работу экономики на территории города. И вот эти действия, они на это и направлены. Обработки подверглись центральной дорожной магистрали, объекты социальной сферы и общественные пространства. Во второй половине дня точечную дезинфекцию провели на придомовых территориях, детских площадках, поездах, скверах и парках. Наряду с общественниками процесс контролировал и депутатский корпус. В частности, каждому из нас был розенмаршрут, по которому осуществляется передвижение специализированной техники, где мы оказываем помощь тем же самым специалистам, тем же самым сотрудникам МЧС, в работе с управляющими организациями, в работе с жителями, чтобы адекватно относились к этому, с пониманием. Учитывая, что всем уже порядка, всем надоел этот коронавирус. Заключительный этап масштабной дезинфекции завтра. Колонна спецавтомобилей будет курсировать по железнодорожному району Ульяновска. Лучше сейчас поддержать бизнес, чем потом выплачивать пособия по безработице. Областные парламентарии приняли новый региональный закон. Его важность еще раз подчеркнул губернатор Сергей Морозов. Снижение ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1% для аптечной сети. Снижение такой ставки для пострадавших отраслей регионального перечня по доходам с 6% до 1%, а по доходам минус расходы с 15% до 5%. Снижение ставки по налогу на имущество для торгово-инфраструктурных объектов. В зависимости от категории объекта, от 0 до 1%, все это даст возможность поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства. А значит, огромное число ульяновских семей. Ульяновских призывников дважды протестируют на коронавирусную инфекцию. Пандемия внесла коррективы в ход весенней призывной кампании. Она хоть и стартовала по традиционному графику с 1 апреля, но комиссии начнут работу лишь 12 мая. Сейчас личные дела юноши изучают в дистанционном формате. Это один из способов профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, на сборные пункты представители военного комиссариата прибудут с медицинскими работниками. Они проведут тестирование на COVID-19. В настоящее время будет проводиться два теста. Первый тест это в муниципальном образовании перед убытием на сборный пункт. Второй тест будет проводиться перед предубытием призывников со сборного пункта воинские части. По словам военного комиссара, сейчас все сборные пункты обеспечены тестами в полном объеме. При этом призывные пункты муниципальных образований оборудованы в районных медучреждениях. Планируется, что отправка команд вооруженной силы России начнется 20 мая. К юбилею Великой Победы ветеран так и не дождался собственного жилья. Администрация Новоспасского района отказала инвалиду в постановке на учет в качестве нуждающегося. Фронтовику, которого нет собственных квадратных метров, 9 мая исполнится 92 года. Прокуратура вскрыла нарушения. Прокуратура района с этим мириться не стала и в целях пресечения бездействия администрации вышеуказанного муниципального образования направила исковое заявление в Новоспасский районный суд для восстановления прав ветерана. Поблагодарили тех, кто лечит и спасает жизнь студента и преподаватели Ульяновского колледжа культуры вручили медикам защитные маски. Люди, выбравшие стезю творческую, находятся на самоизоляции, но времени даром не теряют. Для медсестер детской инфекционной больницы они сшили дизайнерские маски с медицинской символикой. Это обращение к врачам, то что мы верим в то, что они помогут справиться с этой пандемией, чтобы их поддержать своим каким-то теплым отношением, вниманием. Подарок от студентов скорее символический. Масок сшили немного, всего 70 штук. Зато каждая выполнена вручную. Медикам такая забота пришлась по душе. В детской инфекционной больнице есть все необходимые средства защиты. Масками и костюмами медицинские работники обеспечены на 100%. Ульяновские волонтеры Победы присоединились ко всероссийской акции «Звонок ветерану». Сейчас, когда старшее поколение находится в зоне повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией, прямые контакты максимально ограничены. Но поздравить тех, кто ковал Победу – долг, который необходимо исполнить. До 9 мая волонтеры по телефону выразят благодарность ветеранам, адресуют им самые теплые слова, а также выяснят, какая помощь и поддержка им необходима. Мы хотим поздравить вас с наступающим праздником, Днем Победы. Желаем вам самое главное здоровья, долгих лет жизни и всех благ. Волонтеры Победы активно подключились к данной акции. Для нас это большая честь поздравить наших дорогих ветеранов, хоть и не лично, но по телефону. Но после пандемии мы обязательно к ним придем и поздравим их с 9 мая. Всего в регионе в рядах волонтеров Победы более тысячи человек. 9 мая они готовят порядка 30 самых разных акций. Ульяновцам предлагают стать знаменосцами Победы и рассказать о людях, которые принесли мир своей стране. Флэшмоб посвящен тем, кто 30 апреля 1945 года водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Такой финал самой кровопролитной войны 20-го столетия был бы невозможен без участия миллионов людей. Победу ковали всей страной каждый на своем месте. Знаменосцы Победы это те, кто в тылу или на фронте преодолевал страх и усталость, чтобы выполнить свой долг. Это бойцы, мирные жители, строившие баррикады и работавшие на заводах. Партизаны, врачи и медсестры. Герои есть в каждой семье. Мой прадед в годы Великой Отечественной войны служил в 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Рядовой повар. Моя мама медик и она помогает людям. Отец электромонтажник. А я вместе с командой «Невский баталист» создаю новые экспозиции во всей нашей стране на тему Великой Отечественной войны. А чем можешь гордиться ты? От отца к сыну, от дедов к внукам и правнукам. Соединить живой нитью истории семьи каждого ветерана с современным поколением – вот цель акции. А еще подстегнуть молодежь, узнать о фронтовиках как можно подробнее. О своей семье можно снять короткий видеоролик или сделать подборку исторических фото с небольшим текстом. Все это разместить в социальных сетях с хэштегом «Я знаменосец Победы». Нам важно, чтобы все-таки все, кто примут участие в таком флэшмобе, действительно, готовясь к нему, размещаете видеоролики, почувствовали вот ту неразрывную связь, которая связывает нас с нашими родителями, их связывает с их родителями и, в общем-то, до участников Великой Отечественной войны. Потому что, действительно, у нас одна страна, мы одна семья в нескольких поколениях. Одни защитили страну, завоевали мир, вторые помогали им в этом, третьи трудились после войны, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, четвертые живут сегодня. Организаторы этой акции уверены, знаменосцы Победы есть в каждом. И лишь упорство и смелость помогают быть сильнее. Тем временем в столице области продолжаются работы по установке 100 дворовых площадок для занятия спортом. На первом этапе уже залито бетонное основание, завершено устройство подстилающих слоев, ведется установка бортовых камней. Монтажные работы в настоящее время ведутся по 31 адресу, в Засвияжском и Железнодорожном районах города. Я хочу сказать о том, что вот уже мы начали реализовывать в этом году эту программу. И очень хорошо, что глава города Сергей Сергеевич Панчин приняли такое решение, что не снимать вот в это сложное время деньги с установки этих площадок. Почему? Потому что как только закончится этот карантинный режим, то первое, что нам разрешат, мы все думаем, и мы все очень соскучились по занятиям физкультуры и спортом, разрешат заниматься на открытых площадках. Завершить установку 100 дворовых спортплощадок планируют уже до 1 июля. Неделя моды в формате диджитал, карантинные челленджи, экологии, красота на самоизоляции. Смотрите сразу после выпуска новостей авторскую программу Ирины Силкиной «Модная жизнь». На этот час у меня все новости. Я благодарю вас за внимание. Хорошего вечера. До встречи. Медицина касается абсолютно всех. Меня, вас, наших детей, родителей, абсолютно всех. Медицина сегодня подчиняется местным властям и не везде. У нас одинаково высокий, достойный уровень медицинской помощи. Чтобы иметь везде, по всей стране, одинаково доступную, одинаково качественную, достойную медицинскую помощь, я считаю необходимым внести и этот постулат в основной закон страны. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 9 до 14 градусов тепла. В Ульяновске плюс 10, плюс 12. Завтра днем по области от 21 до 26 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 22, плюс 24. В лесах по югу области установилась высокая пожарная опасность 4 класса.